МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» сегодня в выпуске. Депутатская ДА получена. 100 миллионов выделено. Дан старт новой региональной схеме обращения с животными без владельцев. Весна идет, пора рассады. В рамках рубрики «В гостях у гостя» местные эксперты делятся секретами подготовки к новому дачному сезону. Служить детству назван лучший педагог дошкольного образования Ахтубинска. Кто стал победителем конкурса «Воспитатель года 2024» узнаем в выпуске. И об этом не только подробнее. Продолжаем информировать о том, какие темы обсуждались на этой неделе на заседании Совета депутатов района. В нашем первом материале этого выпуска речь пойдет об изменениях в системе местного здравоохранения и строительстве пунктов временного содержания бродячих собак в Астраханской области. Кадровый дефицит – одна из главных проблем Ахтубинского района. Сейчас она остро ощущается во многих сферах деятельности, в том числе и в области здравоохранения, которая длится на протяжении вот уже 10 лет. Причины разные. Выход специалистов на пенсию, переезд в другие регионы или уход в так называемые частники. Для того, чтобы повлиять на ситуацию, помимо федеральных мер поддержки, к примеру таких, как «Земский доктор», Ахтубинский район разрабатывает свои. «После окончания Астраханского базового медицинского колледжа в Ахтубинской районе Болгинске устроилось 18 средних медицинских работников. Из них три фельдшера скорой помощи города Ахтубинска, фельдшера скорой помощи села Болгун и заведующих вам села Батай. За истекший период 2024 года выдано два Ахтубинского учреждения на получение целевого направления для поступления в Астраханский государственный медицинский университет. В 2023 году администрации в больнице 11 выпускникам школ города выдано Ахтубинске на получение целевого направления для поступления в Астраханский медицинский университет. Из них поступило два человека. На данный момент в Астраханском государственном медицинском университете в рамках целевой подготовки обучается один из студентов по ходатайству в Тубинской районе и в больнице. Для поддержки специалистов предусмотрены единовременные выплаты, компенсация, аренда жилья, обеспечение служебными жилыми помещениями. В этом году, согласно указу президента, медикам, которые работают в малых городах, районных центрах и селах, повысят ежемесячные выплаты. С 1 апреля во всех регионах окладная часть зарплаты специалистов вырастет до 50%. Про реализацию государственных и региональных программ и освоению субсидий рассказал на заседании Совета депутатов главный врач Ахтубинской районной больницы Владимир Гребенников. Согласно его докладу, благодаря финансовой поддержке, главное медицинское учреждение района пополнилось новыми аппаратами суточного мониторирования от реального давления. Также в рамках субсидирования в некоторых объектах здравоохранения района будут установлены видеокамеры. А в целях безопасности на территории АРБ отремонтирован шлагбаум. Поставили новую шлагбаум, на ТКП заметили, пропуск, теперь въезд на территорию больницы в трогу пропуска. Пропуска лилового цвета уже не действительно, необходимо прийти и поменять. Значит, пропуска даже красного цвета необходимо поменять у специалиста отдела ГО, Мершиева. Шлагбаум на въезде, при входе. Раньше он был неисправен. По словам спикера, в рамках подпрограммы профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни, более трех миллионов рублей выделено на капитальный ремонт ФАПа в селе Пироговка. В планах в 2026 году построить врачебную амбулаторию в поселке Нижний Баскунчак. Касательно фельдшерско-акушерского пункта в селе Успенка, открытие которого было запланировано на февраль, но так и не состоялось, было отмечено, на недобросовестного подрядчика, который тормозит срок издачи объекта, будет потан иск в суд. Ольга Лемайкина, Владимир Татаринов, Татьяна Дубинина, Ахтубинс ТВ. Вопрос о ситуации с водоснабжением в Ахтубинском районе был перенесен на следующее заседание Совета депутатов. Оно состоится 14 марта. А теперь о проблеме, которая также числилась в повестке, и о которой ахтубинцы говорили чуть ли не в каждых наших опросах. Сейчас вы поймете, о чем речь. Собак очень много. Жалко собак и жалко людей, на которых они набрасываются. Очень много собак. Да и вообще у нас много проблем. Ну хотя бы эти мелочи, начнем по мелочам решать. Тогда и большие будут решаться. Собаки, естественно, это бич нашего города, потому что очень много собак. Раз, во-вторых, город неухоженный у нас. Про собак хотела. Когда это собак, это невозможно ходить. Проблема собак, да, действительно. Особенно вот проблема собак, очень остро выраженная, знаете, район спутника. Очень часто собаки нападают на людей, на детей, на женщин, очень часто. И, к сожалению, эта проблема в нашем городе не решается. Собак много, да. У нас, я живу в поселке Ахтуба, там у нас очень много бродячих собак. Вот, как бы бесхозных. Люди поуезжали, а собаки остались. По поводу собачек, если кусаются там или как, убивают людей, так это, если и есть, то это вообще единичный случай. Законы, которые принялись сейчас на уничтожение их, я против этого закона. Считаю, что их не надо убивать всех подряд. Действительно, проблема с бродячими собаками в районе и в регионе в целом обострилась дальше некуда. Животные поистине стали хозяевами улиц. А случаи их нападения на людей лишь увеличиваются. Так, за прошлый год от укусов собак пострадали свыше 4 тысяч астраханцев, в том числе и дети. И это больше, чем в 2022-м. Не остался без подобных инцидентов и год текущий. Буквально несколько дней назад дан старт новой региональной схеме обращения с животными без владельцев. Депутатская «Да» получена. 100 миллионов выделено. В Астраханской области приступают к строительству пунктов временного содержания бродячих собак. В этом году они появятся в городе Астрахани и Приволжском районе. Для областного центра цена вопроса 65 миллионов рублей, для Приволжья – 35 миллионов рублей. Это будут некапитальные облочно-модульные здания, на создание которых будет отведено пару месяцев. Таким образом, начнут свою работу они уже в мае. Чем отличается пункт временного содержания от приюта? В нем не содержат животных, поэтому в нем нет операционной и, соответственно, нет медицинских помещений, ветеринарных помещений, в которых животные проходят после операционного выхаживания. Это понятно. Животные привозятся, обследуются, часть помешляется, часть распределяется дальше, то есть приюты. В соответствии с той классификацией видовой, которая в законе поименована. Для того, чтобы пункт временного содержания появился в Ахтубинском районе, необходимо обустроить земельный участок соответствующий инженерной инфраструктурой. Об этом речь шла на заседании. Заявиться нашему району нужно до ноября этого года, и уже в 2025 году он сможет открыться в нашем городе. Как отмечают в регионе, астраханское законодательство в сфере обращения с животными без владельцев не направлено на полное уничтожение собак. У любого, кто пожелает завести питомца, будет возможность выбрать его из пунктов временного пребывания. Собаки, лишенные возможности найти нового хозяина в питомниках в течение 15 дней, будут усыплены гуманными методами, обеспечивающими быструю и безболезненную смерть. Также умышлению будут подлежать животные, страдающие от тяжелых и неизлечимых заболеваний. И к другим темам. В Астрахани подростка оштрафовали за ложное сообщение о взрыве в колледже. Суд признал виновным 16-летнего парня заведомо ложным сообщением об акте терроризма и назначил ему наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа. Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, юноша позвонил в экстренную службу через телефон своего одногруппника и шуточно сообщил от его имени о произошедшем в колледже взрыве. На место сразу же прибыли полицейские и росгвардейцы, но взрывчатых веществ и взрывных устройств там не обнаружили. Таких примеров по стране масса. Почему дети не думают о последствиях своих действий и получают статус трудного подростка? Как взрослые могут помочь несовершеннолетним выправить их жизненный путь? Эту тему обсудили на расширенном совещании комиссии по делам несовершеннолетних, которая состоялась в стенах районной администрации. Татьяна Фомина с подробностями. Неблагополучных детей нет. Есть неблагополучные ситуации, в которые попадают малыши или школьники. Они как могут переживают свои порой недетские трудности. Случается, что они справляются психоэмоционально. Все это выплескивается в конфликты с родителями, учителями. В качестве протеста в целях самоотверждения подростки нарушают общественный порядок и даже закон. Об этом говорили педагоги, психологи, сотрудники правоохранительных органов на расширенном совещании комиссии по делам несовершеннолетних. У нас стоит на учете в ОПДН 38 человек, которые имели какое-то правонарушение. То есть их поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Какого возраста детей? Ну это подростки. Цифра по сравнению с прошлым годом несколько ниже и все же тревожит специалистов. Минимизировать уровень правонарушений совершаемыми подростками можно. Главное – работать всем сообща. Профилактика дает свои плоды, когда есть своевременное межведомственное взаимодействие субъектов. Пример наглядный. Два года мы ведем профилактическую работу, в итоге у нас не положительный результат, а самый наилучший отрицательный результат. И что сделалось с этим ребенком? По сути ничего. Надо бы, наверное, уже было брать прямо за руку маму, папу, мальчика и вести по всем. Да, кабинетом и говорить что-то сделать. Или приводить на КДН его каждый божий день. Да, вот я не могу справиться, я руководитель, я не могу справиться с этим ребенком. Но я положу, что должно быть какое-то единое взаимодействие. Понимаете? У нас получается так, школа одна бьется, 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 что-то там кружится, крутится. КДН сами по себе, КДН сами по себе. Там где-то что-то мы обсудили, разошлись. А вот комплексного взаимодействия как такового у нас получается нет. Настоящие учителя – это не те люди, которые оказывают всего лишь образовательные услуги. Педагоги с большой буквы понимают внутренний мир ребенка и, если видят малейший сбой, стараются поддержать, подсказать, как идти дальше правильным путем. Наш процесс называется учебно-воспитательный процесс. Мы детей и учим, и воспитываем по меркам села. У нас школа большая, 557 учеников. И состоят на учете два ученика. Я думаю, что они в скором времени будут сняты с учета, потому что они дисциплину не нарушают. Школу посещают. В силу своих возможностей занимаются. И очень хорошо, что во всех школах есть логопеды, психологи, которые тоже в помощь нам, нашим классным руководителям. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Характер, а вместе с ним и судьба человека формируются с детства. А стало быть, семья и школа – главное ключевое звено в жизни каждого ребенка. В эту пору все имеет значение. И личные примеры родителей, и должные организации воспитательной работы в школьном коллективе. И вовлечение подростка во внешкольную спортивную и культурную творческую деятельность. Мы с классным руководителем ведем большую работу. Во-первых, все дети у нас задействованы в творческих объединениях по интересам, которые они посещают. И очень много проводим мероприятий разного характера – патриотического, развлекательного. Дети нравятся это. Помимо учебы, внеклассная работа идет параллельно. И дети хотят себя проявлять. Приглашаем родителей обязательно. Они приходят на все праздники. И не только праздники. И уроки мужества мы проводим, где они видят себя, стремятся. Также начинают эти дети лучше учиться. Не пропускают учебные занятия. При нашей занятости, которая всем понятна, при стремительном таком беге событий, который сейчас происходит, мы, к сожалению, забываем уделять внимание своим близким. Ну и в первую очередь детям. Если мы просто начнем друг друга слышать, слушать, а то мы требуем только от детей, чтобы они нас слушали и слышали. А сами не показываем им такого положительного примера. Ну, все дело в примере, в верном, в правильном. Все дело в нашем поведении. И я думаю, что тогда проблем с правонарушениями у ребят не будет вообще. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская. Ахтубинск ТВ. Идем далее. В Ахтубинском районе выбрали лучшего педагога дошкольного образования. Конкурс «Воспитатель года 2024» состоялся на базе детского сада номер 4. Попробует свои силы вызвались четыре воспитателя. О том, кто из них в результате испытаний стал лучше, знает Илона Саакова. Закрепление знаний, ориентировки на плоскости, умение считать предметы на ощупь – все это в игровой форме. Воспитатель детского сада номер 4 Елена Фенота знает, как найти подход к детям. Поэтому это далеко не все знания, которые она может дать за такое короткое время. В этом году девушка впервые приняла участие в конкурсе «Воспитатель года России». Вместе с ней продемонстрировать свои навыки пожелали еще три педагога дошкольного образования. Воспитатель из детского сада номер 2 Елена Иванченко. Воспитатель из детского сада номер 17 Наталья Нестеренко. И воспитатель из детского сада номер 8 Елена Коноплева. У всех разный подход, но всех конкурсанток объединяет одно – любовь к детям и удовольствие от педагогического процесса. Очень люблю детей, с ними развиваюсь, учусь всегда чему-то новому. Получаю очень много положительных эмоций. Мне всегда дети нравились. Ну потому что дети же – это вот, ну как сказать, дети – это все. Когда вот ты с ними просто общаешься. Это такие жизнерадостные, такие энергичные, такие вот человечки тепленькие. И от них тоже сам заряжаешься этим же. Все мое детство прошло с детками. Ну и вся жизнь проходит тоже с ними. В процессе конкурсов воспитатели поведали о своей профессии, показали свои навыки и умения. Словом, они не просто рассказали о том, как проходят занятия, но и продемонстрировали это на практике. Участницы провели уроки с детьми, увлекая их различными играми и мастер-классами. По словам педагогов, главная задача воспитателя – научить детей доброте, отзывчивости и любви к окружению. Прошло все просто замечательно. Ребята молодцы, были активными, задорными. Игра им очень понравилась, выполняли создания с удовольствием. Считаю, что все удалось. Что касается ребяток, ребята были активными. Ребята показали свои знания, ребята были заинтересованы. Вообще вот этот вот исследовательский вид деятельности очень нравится детям, потому что они их представляют как фокусы, как какое-то волшебство. Поэтому, на мой взгляд, все получилось. Все участницы были как на подбор. Конкурсные задания выполнили настолько хорошо, что жюри было сложно сделать выбор. Организаторы отмечают – такие конкурсы не просто важны для педагогов, они необходимы. Воспитатели показали свое мастерство, раскрылись как педагоги. Свою педагогическую практику передали последующим поколениям. Потому что те практические занятия, которые они показали, их можно и нужно использовать в повседневной жизни. Можно использовать даже в практике родителям, которые воспитывают своих детей. Могут использовать другие воспитатели в своей работе. Одним из направлений сегодняшнего конкурса было патриотическое воспитание. И что на сегодняшний момент является одним из самых основополагающих. И то, что детки с самого маленького возраста начинают учиться любить свою родину, понимают, что значит любить свою родину, им показывают те маленькие нюансы, ради которых мы живем. По результатам конкурсных состязаний, три воспитателя получили дипломы призеров. Победителем стала воспитатель детского сада номер 4 Елена Фенота. Педагог, который посвящает себя детям около 15 лет. Радость, облегчение, что мои силы, которые я вкладываю не зря. Ну и естественно, что стремиться только вперед к новым победам. На календаре 1 марта с наступлением весны у ахтубинских дачников начинается горячая пора. Одно из главных дел сейчас подготовить и посадить семена, чтобы получить хорошую рассаду. О том, как это сделать в рамках рубрики «В гостях у гостя» нам расскажет заядлая дачница Нина Рыбникова. И снова мы в гостях у нашей ведущей, садовода-любителя огородника Нины Николаевны Рыбниковой. С новым трудовым дачным годом! Да, думаем, что все отдохнули и с новыми силами приступят к дачному сезону. Да, сезон начинается, люди просто спрашивают, уже интересуются, когда его начинать. Ну, а начинаем, как обычно, с севы семян, рассады. Вот, и вот, как Вы считаете, Вы уже приступили? Ну, кто занимается петуньей, эустомой, конечно, ее нужно было. Цветы, да. Первые начинаются цветы, конечно. Это эустома, петунья. Ее, конечно, желательно было посадить в конце декабря, в начале января. Ну, кто опоздал, в принципе, могут посадить еще, но вот уже, как бы, на грани. Потому что потом эустома даже уже поздновато. Петунья отдаете предпочтение почему? Почему? Потому что она цветет все лето, да, цветет все лето, и она в нашем районе более-менее такая неприхотливая, потому что она не боится такого санцепека. И яркая такая. И яркая, да. То, что если поставить цветы, там, белый, розовый, красный, синий, у нее цветов очень много. Итак, рекомендации от Нины Рыбниковой. Первым делом начинаем выращивать рассаду цветов. Параллельно сеем семена персов, баклажанов. Они вдвое дольше сходят, чем остальные огородные культуры. А перец, конечно, с баклажанами, вот если кто занимается сажать дома много, перец с баклажанами уже посадить надо, как бы. Да, вот сейчас его посадить надо, потому что у них более длительный период, вегетационный период, поэтому их посадить надо. Баклажаны, перцы, помидоры числа 15-20 марта. Рассаду цветового огородных культур выращиваем в хорошо подготовленном грунте. Грунт можете в любом месте брать, в любом месте, где хотите, даже в лесу. Единственное, чтобы не был торф. Потому что один год такая ситуация была, что люди бежали и кричали, у нас погибает рассада. Если купить торф, надо покупать именно грунт, но не торф. Но еще, допустим, от торфа грунт. Но я в чистый грунт не сажаю. Я беру часть песка, часть грунта и часть со двора грунт. Покупного и со двора. Три части равные я беру. Почему? Потому что ни одно растение не хочет расти. Потом в грунте, который в огороде, если вы посадили его в чистый грунт такой. Он такой красивый, благородный. А в нашу землю, если посадить, то растение не очень хочет расти. Поэтому корневая система получается слабая. Поэтому я все-таки мешаю песок, грунт и покупной грунт. Потому что один год была ситуация такая, что люди купили где-то торф. И бежали, и говорили, что у них погибает рассада. Потому что если купить торф, и он не перегнивший, он начинает, когда его поливаешь, 3-4 раза полил, он начинает гнить. А гнить поднимается по температуре до 70 градусов. И корневая система погибает, естественно. Поэтому надо именно сажать в грунт, чтобы был грунт. Если позволяют деньги, вермакулит можете добавить туда. Как рекомендация, грунт брать не в парке где-нибудь, и не под деревьями? А, ну это естественно, не в парке, не под деревьями. Это песок, также если вы набрали песок где-то на улице, бачка и кошечка может пописать. Его желательно прокалить в духовке. Ну, высыпали его, прокалили. От семян? От микробов, от болезней всяких, потому что, я говорю, там, ну, на улице валялось, там что угодно было. Вот, землю, конечно, я не прокаливаю, просто проливаю, могу фитоспорином пролить. Есть такой фитоспорин и гуми, очень как бы, ну, я считаю, что это вот для подохранения от болезней, он очень хороший. Я поливаю ими всегда, если мне не лень, конечно, развожу его. Его на сезон хватает, такой пакетик. И поливаете фитоспорин с гуми, прям по головам, по земле, поливаете. Через опрыскиватель нет, а вот так, земля обеззараживается очень хорошо. И третья рекомендация. Можно посеять семена не только этого года, но и прошлых лет. Семена многих культур надолго сохраняют схожесть. Ну, посадила, попробовала просроченные семена, не знаю, надо вон гелиотроп, он зашел тоже, как бы, да, проверить, да. Ну, посадила вот для кивана. То есть, Николай, вы хотите сказать, что просроченные семена тоже? Всходят они, вот они все всходят, я посадила их, вот прошло, ну, 6, наверное, дней прошло, вот они все всходят, вот петельки полезли. Сейчас почему-то все с ума сошли, перец халапенья. Это горький перец толстостенный, он засолится в кисло-сладком маринаде. Болгарский, да? Да, болгарский, да. Но он именно халапень называется, потому что у него толстая стенка, это один только из перцев. Он на засолку идет, его маринуют в кисло-сладком соусе, и сейчас все, как бы, вот болеют им, как вялеными помидорами, так и им сейчас все заболели, очень вкусно. Посадила вот бархатцы еще просроченные тоже, как бы, ну, это вот, вот они тоже все взошли. А сколько просроченные можно? Ну, вот эти 12-го года точно. Вот два года просроченные. Значит, и 4 года, и, значит, им 6 лет, вот, бархатцам. Перцу тоже где-то около 6 лет. Так, а это мочалка? А это вот, да, я как бы люблю мочалку люфы. Ну, люблю я ее, она цветет красиво желтая, а потом мочалка, я ее вывариваю и дарю всем. Ну, всем дарю. Вот я ее тоже сажаю, потому что она не успевает вызревать, она более южная. Она красивая, да? Да, она и цветет очень красиво. Декоративная? Да, она декоративная, у нее такие пучковые цветы, желтые-желтые яркие, она очень красиво цветет. И в бане. А потом она растает мочалка, вот такой ее в баню, она прекрасная, натуральная мочалка. Да, прекрасная мочалка, так что я советую всем выращивать. Высаживать семена огородных культур раньше маста Дина Николаевна не рекомендует. Солнечного света еще мало, и рассада не скоро взойдет и будет тянуться ввысь, плохо приживается при пересадке. Многие практикуют сев перцев и баклажанов, начинать с марта в ванночках, а середины апреля переносить их в теплицы, где уже сеять и другие овощи. Конечно, проще купить в мае уже готовую рассаду, но гарантии, что обретете то, что хотите, нет. К тому же, говорят, те помидоры, огурцы, что сами дачники вырастят, намного вкуснее. Удачи всем! Приходите в мае, в мае посмотрите, как будет все цвести. Ну, в конце апреля, вот, наверное, к майским праздникам, как оно будет все цвести. Вот все цветы, которые здесь занесены, они будут цвести, начнут цвести. Вплоть до гортензии. Без кота и жизни, та сегодня в первый день календарной весны, в России отмечают День кошек. Этот праздник появился в 2004 году. Ученые считают, что кошки, столько лет живя рядом с человеком, чувствуют себя равными с ним. И поэтому общаться с этими животными надо как с равными себе, разговаривать уважительно и объяснять, что они делают неправильно, но ни в коем случае не наказывать. Помимо эмоций, кошки еще и выполняют ряд полезных для человека функций. Они истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания, да и просто продлевают жизнь своему хозяину. Не забудьте поздравить своих питомцев. А у нас на этом все новости. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин